Самое время прикоснуться к оригинальному жанру. Николь Есепкина, город Могилёв! На кастинге эта девочка из Могилёва заслужила аплодисменты жюри за монолог из школьной жизни Ирины Пивоваровой. Николь так органично чувствовала себя в истории о первой любви, потому что выбрала текст по душе. Легкомысленная на сцене, вдумчивая на уроках, Николь учится в гимназии. И при этом круглая отличница. В табеле за третий класс сплошные десятки. Николь участвует в олимпиадах по разным предметам, любит факультативы. При этом девочка с длинными косичками не пресная зубрилка. На домашнее задание тратит 15-20 минут, а на переменах всегда в компании одноклассников. Николь, мы с тобой! Накануне шоу Николь попросила помощи у звёзд. Говорят, если загадать желание, сидя на троне со своим знаком зодиака, Могилёвский звездочёт обязательно его исполнит. Откроем секрет нашим телезрителям. Ты отбиралась на кастинги в мае и не прошла, но это был другой жанр, правда? Я отбиралась с вокалом. А может быть ты нам что-нибудь споёшь? Ну давайте. Ну давай. У вас есть самая любимая песня? Чуть-чуть. Вдруг меня в спину толкнули и сунули в руки записку. Я развернула и прочла. Люся, не отчаивайся. Двойка — это пустяки. Двойку ты исправишь. Я тебе помогу. Давай с тобой дружить. Восклицательный знак! Только это тайна. Никому ни слова. Я ло-кво-кл. Меня сразу, как будто что-то теплое налили. Я еще раз двадцать перечитала. Давай с тобой дружить. Ну, конечно, давай! Давай с тобой дружить! Мне кажется, что я на телевидении каждый день снимаю. Только кто это пишет? И почему этот я ло-кво-кл хочет со мной дружить? Может быть, я красивая? Я посмотрелась в парту, но ничего красивого там не было. Наверное, он захотел со мной дружить, потому что я хорошая. А что, я плохая, что ли? Конечно, хорошая. Ведь с плохим человеком никто дружить не захочет. Я оглядела весь класс. Ну, кто же, кто же мог написать эту записку? Хорошо бы, Коля Лыков. Он самый умный в классе. С ним все хотят дружить. Ай, нет, у меня столько троих. На переменке я вышла в коридор. Я остановилась у окна и стала ждать. Хорошо бы этот я ло-кво-кл прямо сейчас бы со мной подружился. Вдруг из класса вышел Павлик Иванов. Так значит, записку написал Павля. Только этого еще мне и не хватало. Тут Павлик подбегает ко мне и говорит. Синицына, дай десять копеек. Я побыстрее дала ему десять копеек, чтобы он отвязался. Павлик побежал в буфет, а я осталась ждать. Вдруг мимо меня стал прогуливаться. Я, Бураков, так значит, записку написал. Бураков, тогда я лучше сразу уйду. Терпеть я не могу этого Буракова. Тут Бураков вынул из кармана зяблоко и с хрустом откусил половину. Бураков, дай откусить, не выдержала я. Она галхкая, сказал Бураков и пошел по коридору. Ну и иди! Такого второго жадины во всем мире не найдешь. Я презрительно посмотрела ему вслед и пошла в класс. Я вошла в класс и обомлела. На доске огромными буквами было написано Тайна Ялок Вокыл плюс Синицына равно Любовь. Все стали смотреть на меня и хихикать. Азя бросилась вытирать доску. Уроки закончились. Все собрали учебники и класс опустел. Одни мы с Колей Лыковым остались. Он никак не мог завязать шнурок на ботинке. А вдруг? А вдруг это все-таки... Коля! У меня сразу пересохло в горле. Коль, скажи, пожалуйста, Это не ты? Случайно? Я не договорила, потому что увидела, Как Колины уши и шея заливаются краской. Эх ты! Я думал, ты! А ты? Коль! Закричала я. Так ведь я... Болтушка ты! Вот кто ты! У тебя язык, как помело. И больше я с тобой дружить не хочу. Коля быстро справился со шнурком И тоже ушел. А я осталась одна. Никуда я не пойду. Так и буду сидеть здесь. Одна. Одинешенька. В темной, темной школе. Так мне и надо. В класс вышла тетя Нюра с ведром. Иди, милая, домой. Тебя там мамка заждалась. Никто меня там не заждался, тетя Нюра! Сказала я. И еле волоча ноги, вышла из класса. Я медленно одела пальто и вышла на улицу. На улице шел замечательный, Самый лучший в мире Весенний дождь. А на крыльце стоял Коля Лыков. Пошли, сказал Коля. И мы пошли. Николь Есепкина. Город Могилев. Люба, ты знаешь, ты всколыхнула во мне то, что, наверное, должно было уже навсегда остаться где-то внутри и никогда не всплывать наружу. Ты напомнила мне мое вот то самое первое детское, настоящее. Я вспомнил свою любовь из третьего Б. Булочка-снежинка. Сахарный кренделек. Котлета с хлебом. Все это было у нас в буфете. Потрясающе. Потрясающе. Поделитесь своими впечатлениями от этой удивительной истории любви. Во-первых, просто очевидный драматический талант и способность создать действия. Одна маленькая девочка на сцене, которая нам, по сути дела, рассказала нечто очень важное и очень тонкое. И вообще я поражена тем, как ты это прочувствовала. А второе, безусловно, это вот та самая замечательная ностальгия, которая есть у каждого из нас. Понимаешь, то есть, несмотря на то, что я где-то подозревала, чем закончится, но я, словно в твоем возрасте, я ждала, а что же там будет в конце? Ты действительно талант, и я очень хочу, чтобы в твоей жизни вот это ощущение прекрасного никуда не ушло. Сохрани его. Николь, ты меня поразила и очень серьезно поразила. Такое внимание, к слову, я встречаю нечасто даже среди своих студентов. Такая подробность, такое вживание в каждый образ, о котором ты говорила, такой диапазон речевой. Легче продемонстрировать вокальный диапазон, там все нотки обозначили, а здесь и такие тембры, как говорил твой Коля Лыков, и твоя очаровательная Синицына. Я тебе хочу сказать, что ты, несомненно, красивая, очень надеюсь, что ты хорошая и надеюсь, что троек у тебя нет. Здорово! Браво! 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 По Станиславскому верю! 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 Джентльмены, ну, наверное, трещина в ваших сердцах была значительно глубже. Уж поделитесь. Что я могу добавить? Просто здорово, великолепно так держать. Ваши оценки? Единогласно, единодушно, восхитительно! АПЛОДИСМЕНТЫ ДЖИТЛЕННЫЕ